Сегодня мы поговорим о разновидностях шагов, процессе, я объясню, почему я выбрал именно эту тему. На самом деле, где-то в голове я уже представил схему того, каким образом вам объяснять фигуры. Но для того, чтобы перейти к фигурам, нам необходимо понять технические элементы. Всем привет, меня зовут Герман, и это блог Бальная Латина. Объяснение технических элементов невозможно без более мелких технических элементов. Например, как трансфер, например, как extended, например, как replace и, например, как просто обычный шаг. Так вот, сегодня мы рассмотрим как раз extended, рассмотрим, что такое обычный шаг, либо walk, и рассмотрим, что такое replace. Прежде всего, мы должны понять, что любой шаг, он в принципе исполняется по одной и той же схеме. То есть у нас всегда есть момент, когда мы спускаемся на бедро, выносим ногу, и после этого у нас нога становится в позицию перед другой ногой. И вот с этого момента у нас всегда есть несколько вариантов решений. И от того, какое решение мы выберем, зависит, будет ли это replace, extended, либо обычный walk. Если мы говорим про обычный шаг, от бедра я приблизительно представляю, что моя нога идет в какую-то точку там. То есть таким образом наши пропорции тела и шаг будут соблюдены. Дальше у меня происходит следующее. Я должен поставить туда ногу. То есть вот в эту позицию поставить ногу и остановиться в так называемом междувесе, чтобы там донести бедро, и дальше уже делать следующий шаг. Но поскольку нам нужен именно ритмичный вариант, то нам необходимо создать некоторое сопротивление между своих ног. Кто-то называет это действие лук, то есть это когда растягивается одна нога относительно другой. Таким образом, тут также соблюдается так называемый резист. Резист это как бы соскрабывание с пола чего-то. Так вот, мы создаем вот этот вот резист. И в самый последний момент у нас должен быть сделан шаг по принципу щелбана. То есть я должен сделать щелбан и пришлепнуть свою ногу. Этот щелбан должен произойти на момент самого пикового натяжения в ногах. То есть мы создаем вот этот вот лук, после чего у нас происходит подъем пяточки. Причем не подъем, а подъем втолкания ноги. В результате чего у нас произойдет наступание ноги на пол. И дальше у нас уже будет донесение веса, спуск в ногу, постановка ноги и заново следующий шаг. Еще раз я попробую показать. Значит, мы спускаемся, выносим ногу, создаем резист. Толкаем с задней ногой, наступая. После чего опять спускаемся в ногу. Дальше создаем резист. После чего толкаем переднюю ногу. И у нас происходит наступание. Опять смена бедра, коленка. Опять резист. Приходим в ногу. Давление пяткой толкания и наступание ноги вперед. Если же мы говорим про extended. Extended с английского означает продолженный. Мы должны продолжить шаг. Что это значит? С того момента, как мы пришли вот в эту позицию, у нас происходит также толкание ноги. Но ногой мы уже как бы ногу в этот момент выпрямляем и наступаем пяткой. Опять-таки в то же самое место, где мы и должны были наступить. Если мы находим какую-то отличительную черту любого технического элемента, мы должны эту черту утрировать, чтобы это создавало какой-то стилистический окрас. А во-вторых, это создавало бы для судей ясность того, что вы исполняете. По этой причине extended тоже необходимо утрировать. То есть мы должны прийти в позицию, подготовить ногу. После чего у нас должно происходить следующее. Мы должны проскользить своего рода ногой. И чтобы вот это скольжение было более ярко выражено, мы делаем это специально, как будто бы размазывая ногу в пол. Это первое. То есть я задней ногой толкаюсь, а передней ногой вмазываю в пол. И дальше уже начинаю собирать ногу, собирать вес на другой ноге, чтобы дальше опять создавать extended, либо очередной вид шага. Также иногда, ну как сказать, зачастую я видел то, что некоторые танцоры утрируют, они как бы удлиняют линию ноги для того, чтобы создать тоже эффект того, что это какой-то особенный шаг, непростой. Утрированный, усиленный. И они как бы удлиняют сторону еще. То есть создают эффект того, что удлиняют ногу и проскальзывают. И удлиняют сторону, растягивают сторону. С английского перевести replace можно как на месте. Но не все так просто. Дело в том, что у нас replace вообще делается с разных позиций. Так вот, в зависимости от того, какая позиция ноги, то есть в какой позиции ноги у нас замерла стопа, так и исполняется replace. Но мы сейчас рассматриваем именно позицию, когда нога у нас стоит здесь. Значит, мы пришли в эту позицию. И с этого момента все, наша нога остается на этом же самом месте. И здесь наша основная задача подняться на заднюю пятку и дотянуться пяткой до пола, чтобы дальше уже менять сторону и идти в следующий шаг. Получается очень сокращенный шаг, но достаточно понятный. То есть у нас здесь нет такого яркого переноса веса. У нас есть как бы уход в ногу. Если мы хотим это утрировать, это в зависимости от ваших возможностей, вот мы можем как бы уходить очень сильно в бедро, для того, чтобы показать то, что в центр стопы, для того, чтобы показать то, что мы прям пришли в replace. То есть наша нога осталась на месте. Каждый из этих элементов используется для чего-то. То есть если мы хотим подчеркнуть ритмическую интерпретацию, то мы будем ходить шагами именно волка. Если мы хотим удлинить шаг и пройтись по кругу, например, у нас по вариации есть, где мы идем по кругу, то здесь необходимо делать extended, потому что в этом случае мы утрируем продвижение по залу. И replace, он имеет конкретный функционал. Ну, во-первых, он будет смотреться более четко. Например, зачастую бывают случаи, когда исполнители делают сопли ногами. Replace используется для конкретики, понимания того, куда мы наступаем. И параллельно еще, когда мы танцуем в паре, бывает мы за счет replace регулируем расстояние между парой, партнером и партнером. Я планирую продолжать съемку роликов своего канала, но в связи с обстановкой, которая происходит, непонятно, что будет происходить с YouTube. Поэтому, если вам интересны мои видео, если вам интересно мое видение танца, если я вам понятен и вам нравится то, чем я занимаюсь, подписывайтесь на Telegram-канал. Также вы можете меня найти в других сетях, ВКонтакте, в Инстаграме. Там я обычный человек. Вы можете на меня подписаться, посмотреть, чем я живу. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Telegram-канал. С вами был Герман. Это блог Бально Латина. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok